Поскольку последний рывок углубления разделения труда был сделан под искусственное стимулирование спроса, которое заканчивается, и спрос будет падать, то это означает, что уровень разделения труда уменьшится, как он уменьшился в России в 90-е годы. Мы в 90-е годы теряли иногда по 100-200 уникальных технологий в год. Мы их умели делать, а теперь мы их не можем сделать, потому что нет ни людей, ни оборудования, ни заводов, ничего, пусто. Технология исчезла. Так вот, и вот это будет во всемирном масштабе по банальной причине, потому что нет спроса. Он будет падать. Он уже падает, хотя его отчаянным образом стимулируют. Значит, в этой ситуации нужно искать другие источники. И мировая финансовая элита разделилась на три группы. Группа первая, которая делает ставку на контроль над печатным станком ФРС, но исключительно в интересах Соединенных Штатов Америки. То есть, иными словами, это будет отдельный центр, не единая система разделения труда, а будет более узкая система разделения труда, которая будет как бы на базе ресурсов в виде эмиссии долларов. Есть другая группа, которая любой ценой хочет сохранить за собой все-таки вот эти вот международные финансовые институты, и которая пытается извлечь ресурсы из вот тех механизмов, которые у них еще есть. И именно эта группа решила, что поскольку у нее уже нет активов, а это прежде всего финансовые институты, то она должна списать долги. И именно эта группа, которая возглавляет МВФ, устроила ситуацию на Кипре. С банальной логикой. Сейчас мы тренируемся на кошечках в виде Кипра, а потом мы спишем все долги во всех странах. И всем вкладчикам скажем, что ребята, все, кому я должен, всем прощаю. Кризис. При этом они там нарушили священное право частной собственности, при этом они объявили всем, что банковский депозит больше не является активом, при этом они объявили, что деньги в банках больше держать нельзя на долгие сроки и т.д. и т.п. То имеет смысл сделать несколько валютных зон в мире и играть роль посредника между ними, роль всемирного миниала. Это группа, базировавшаяся в Лондоне, которую конспирологи называют Ротшильдами. И которые, так сказать, важную роль, в которой играют потомки, соответственно, Мейерлу, Анатана Ротшильда, которую я вам показывал, они перенесли свою операционную базу из Лондона в Гонконг и, соответственно, ставят на возвращение золота на позиции единой меры стоимости. Именно эта группировка заинтересована в том, чтобы развивался таможенный союз и чтобы Россия стала вот таким вот центром силы снова. Всего в мире будет где-то 5-6 валютных зон, пока складывается. Это долларовая зона, это евровая зона, и в Евросоюзе мы явно видим перенос центра тяжести из Брюсселя в Берлин. Это зона Латинской Америки и Южной Африки, это зона Юаня, это Индия как сама себе зона и сама себе рынок. И, наконец, это евразийское пространство, где два ключевых игрока – Россия и Турция. К сожалению, всю экономическую политику в нашей стране определяют люди, поставленные МВФом, то есть международными банкирами. Это так же, как это было в Соединенных Штатах Америки в 19-м, начале 20-го века. Эти люди контролируют и правительство, и Центральный банк, и администрацию президента. Все попытки интеграционных действий, они пытаются пресечь. Удалось сделать таможенный союз, но как месть был уволен Глазев, который, собственно, и был главным инициатором этой схемы. Значит, вот сегодня мы находимся в ситуации, когда доллар, который стал в 1944 году мировой валютой Запада, а в 1971 году был оторван от золота и стал таким образом самостоятельной единой меры стоимости, а в 1991 году стал мировой валютой, постепенно возвращается на роль региональной валюты. Я думаю, что в этой роли он и будет жить следующие 20-30-50 лет. Если, конечно, не случится что-нибудь неожиданное, например, гражданская война в Соединенных Штатах Америки, которая приведет к распаду этой страны. Этот сценарий имеет право на обсуждение, но вероятность его крайне мала. Мне кажется, что картина будет следующая. Будет примерно 5-6 примерно равноправных зон. Значит, будет зона доллара, зона евро, зона условного сукрия, вот Чавеса термин, юаня, индийской рупии и, возможно, некоторого сложного объединения рубля и лиры турецкой. И между ними, вот внутри зон будет ситуация, как сейчас. Там будут плавающие курсы, там будут какие-то валюты более мелкие и так далее. Но между зонами оборот будет привязан к золоту. И в этом смысле, мне кажется, что глобальной резервной валютой будет, конечно, золото. И будет примерно 5 равноправных, 5-6 равноправных валют. Если, конечно, мы сумеем преодолеть тиранию либералов и все-таки сделать этот проект валютной зоны нашей, евразийской. Уровень разделения труда. Средняя заработная плата в Соединенных Штатах Америки до начала спада. На уровне 62-63 года. Упадут они в 30-е годы. То есть это означает, что с точки зрения уровня разделения труда рентабельно будет 5-6 валютных зон. Но будут ли они конкурировать все между собой? Они будут конкурировать между собой, конечно. Они будут, грубо говоря, те из них, которые будут на новых территориях, это Евразийская зона, Индийская зона и Латиноамериканская зона, будут заниматься импортозамещением. А, соответственно, зона юаня будет заниматься перестройкой своей экономики с экспортного варианта на внутренний вариант, на внутренний рынок. А Европа и США упадут и будут, соответственно, пытаться удержаться на более-менее приличном уровне. Вот так. То есть на самом деле, я думаю, что картина будет такая. Не в течение трех лет, а в течение десяти лет. Вот по итогам десяти лет Китай останется на нынешнем уровне развития ВВП. Может быть, чуть-чуть упадет. Европа и США упадут сильно. Но они сейчас и выше всех. А, соответственно, Латинская Америка и Россия, вот Евразийская зона, будут подтягиваться. Но это как бы версии, да, это пока не реализуется. Это вот тот потенциал, который есть. И сегодня мы уже имеем экономический спад в стране. Он уже идет четвертый месяц. Точно. Может быть, он и в ноябре начался, но декабрь, январь, февраль, март мы точно в минусе. Пока этот минус ниже трех процентов, то есть меньше трех процентов, статистические методы можно его превращать в плюс. Я думаю, что он опустится ниже, чем три процента спада месяц к месяцу, аналогичному, где-то к маю месяцу. То есть вот в мае месяце, по сравнению с маем 2012 года, вынужден будет Росстат зафиксировать этот спад, потому что слишком будет большая дырка. Соединенные Штаты Америки сегодня тащат Евросоюз в зону свободной торговли. Почему? Потому что по мере спада спроса обнаруживается, что мощности не загружены. И американцам, конечно, бы хотелось, чтобы были не загружены европейские мощности, а не американские. А поскольку налоги в Европе сильны и выше, чем США, то в случае полной свободной конкуренции Европа как производитель загнется. Нам нужны будут некоторые защитные меры, но они будут незапредельны. И министр финансов Канады, государственный министр, это руководитель аппарата министерства, который не меняется при смене правительства. Значит, он произнес замечательную совершенно речь, я ее сейчас приведу дословно. Сказал так, когда я был маленький, родители часто не покупали мне вещи, которые я хотел, потому что говорили, что мы должны жить по средствам. Сейчас, последние несколько десятилетий, народ явно стал покупать сильно больше, чем он может себе позволить. Есть у меня основания считать, что, видимо, нам придется вернуться к тем принципам, которые нам завещали наши родители. Точка. Вот в таможенном союзе, в объединении с Турцией, имеет смысл. Турцию сейчас быстро поженили с Израилем. Значит, есть. А Израиль тоже войдет в таможенный союз. А куда ему еще деваться? Ему больше некуда деваться. Вот. И сейчас повторяю, нужно только понимать, да, что таможенный союз это не то, что сейчас, а как бы совсем другое. Вот. Но как бы теоретически нынешний таможенный союз можно до этого довести. Соответственно, очевидно, там, картина там следующая. В Ливии в лагерях готовят бандитов, пересылают их через турецкую границу в Сирию, и там их в течение месяца всех убивают. Ну, и они тоже много кого убивают. Через месяц новых. То есть это в чистом виде внешней агрессии, абсолютно. Вот. Что касается Турции, то нужно понимать, что Турция пошла на эту операцию, потому, что это было условие американцев по признанию легитимности выборов в Турции Эрдогана, да. У него не было выхода. Или он там устроил бы, или бы у него началась гражданская война. У него в этот момент выхода не было. То есть на самом деле все очень сложно. Я не хочу сейчас влезать в геополитику, потому что о поводу каждой из этих историй можно рассказывать часами. И объяснять, где чьи уши торчат, кто куда лезет, и т.д. Ну, вот я могу сказать точно, что мне кажется, что в ближайшее время Турция будет проявлять очень большой интерес к таможенному союзу. Банковская система, да. Актив-пассив. Активы никакие, да. Сап-прайм ипотека, деривативы, еще чего-то. А пассивы реальные. Нужно людям отдавать деньги, вклады. Но они потренировались на кошечках. Что сделать, если сказать, кому я должен, всем прощаю. У них вышел конфуз. Они не ожидали, что парламент Кипра может проголосовать против. Я думаю, что была мысль это произвести быстро-быстро, а потом, как несколько месяцев, разбираться с исками. И как бы отработать их механизмы. А вместо этого начался шум, и две недели только все СМИ об этом и говорят. А есть внешние силы, которые заинтересованы в том, чтобы у нас была своя валютная зона. При этом, будем ли мы при этом строить капитализм или коммунизм, им начихать. В высшей степени. А в данном конкретном случае, они, скорее всего, поддерживают Глазьеву. Я напоминаю, кто назвал первым фамилию Глазьева как кандидата? Кто? Вы, наверное. Рейтерс, правильно. Рейтерс. А рейтерс – это как раз структура Ротшильдовска. Они как бы свое слово сказали. Вот это как бы человек, которого мы поддерживаем. Потому что Глазьев предложил, он сегодня идеолог вот этой вот интеграционной схемы, которая нужна вот этим силам. Вот и все. Как ничего личного, только бизнес. Я эту ситуацию вижу так. Будем ли мы при этом как бы устраивать тут казарменный коммунизм, или как бы социализм с человеческим лицом, или как бы капитализм приличный с человеческим лицом, или дикий капитализм, как сейчас, им совершенно начать. Главное, чтобы была валютная зона. А я не очень понимаю, что такое железный занавес, потому что, когда у вас есть, вспомните, конец 19 века, три валютных зоны. Зона немецкой марки, зона британского фунта и зона доллара. Между ними не было железного занавеса. Просто это были системы разделения труда независимые. В каждой из которых внутри было обмениваться выгоднее, чем, значит, с противоположной. Но привожу пример. Вот есть такая замечательная республика в нашей стране Чувашия. И там, значит, президент новый, или там глава Чувашии придумал, что надо, значит, пойти по опыту товарища Лукашенко и заставлять чиновников продавать высокотехнологичную продукцию Чувашии в разные места. И вот один там чиновник ухитрился продать эту самую высокотехнологичную Чувашию в Узбекистан. И все бы было хорошо, но в результате он ее продал за сомы. Причем, сомы эти там, в Узбекистане. И вот он думает, что делать ему с этими сомами в узбекском банке. Мы ему говорим, ну как что, есть у вас текстильный комбинат, ну купи там хлопок и перерабатывай. Он говорит, у нас был самый крупный в СССР текстильный комбинат, но вот теперь его нету. Вообще нету, пустой место. Я говорю, ну в чем проблема, тогда вот у тебя повод, раз у тебя есть суммы, ты можешь купить хлопок, выбей из правительства, значит, денег на строительство нового текстильного комбината. Как бы восстановление старого. Ну в общем, это такой вопрос сложный. Это не железный занавес, это именно что технологические зоны. Когда вы встроены в цепочки, и вам из цепочки выходить слишком велики риски. Ну и все. И система защиты, да, конечно, там есть какие-то таможенные барьеры или нетаможенные барьеры. Ну как сейчас Евросоюз защищает свою продукцию? Он вводит какие-то идиотические совершенно... Ну, например, да, вот я тут вот смотрел, как это называется, Евроньюз. Я когда по утрам завтракаю, чай пью, я смотрю Евроньюз. И вот, значит, жалуются европейские фермеры, что их заставляют курицам крутить музыку, чтобы им было весело в птичниках, а свиней выгонять в общий двор, чтобы им было не скучно из-за гонов. Они говорят, из-за того, что их надо загонять обратно, увеличивается себестоимость свинины. Да, но Евросоюз при этом на основании того, что свиньи в других странах их, соответственно, насиловали, им было плохо, они эту свинину не покупают, а покупают свою, которая дороже. Ну вот, пожалуйста, механизм нетарифной защиты. Ну что нам мешает, да? Сказать, что, соответственно, поскольку те курицы не слышат русской речи, то у них поэтому плохое настроение, и поэтому мы их не можем кушать. Ну в чем проблема-то? Ну вперед. Но будет дороже более дорогая курица? Она будет дороже. Нет, нет, потому что на самом деле курицу купят все, но чуть-чуть больше людей не купит новый айфон. Вас это волнует? Меня вообще это не волнует. Какая разница, кому нужны эти айфоны? Значит, вы себе не купите вместо четвертого пятый. Велика трагедия. Михаил Леонидович, вот эти зоны, допустим, образовались очень быстро, развились и пришли опять к тупику, когда рост стал невозможным. Мы будем ждать войну. Значит, да, теоретически, если все будет повторяться как раньше, то за 20-30 лет эти зоны импорта заместятся, оспособятся, максимально исчерпают свой потенциал, и дальше только война. С одним единственным исключением. Во-первых, уже есть теория, которая показывает, что этот путь развития нехороший. Тогда, в начале XX века, этой теории еще не было, поскольку Роза Люксембург была убита, а больше ее никто не развивал. Во-вторых, я все-таки не исключаю, что мы подумаем и придумаем какой-то новый путь развития, кроме научно-технического прогресса. Но, в конце концов, у нас же происходили смены моделей развития. Была модель позднеантичная, она сменилась на феодальную. Феодальная сменилась на капиталистическую. Может быть, ну вот, на модель научно-технического прогресса, потому что она была одинаковой и при капитализме, и при социализме. Может быть, будет дальше. У меня, например, есть мнение, что следующая модель – это будет модель не научно-технического прогресса, а общественного прогресса. Но это уже мои рассуждения. И тогда, кстати, возникает идея Красного проекта как инструмента стимулирования этих общественных механизмов. Потому что, теоретически, я считаю, что в СССР механизмы общественных проектов, вот особенно на ранней стадии, в 30-е и 40-е годы, были куда более развиты, чем на Западе. На Западе-то мы понимаем, что всё совершенно чётко. Сказана ювенальная юстиция – значит, ювенальная юстиция. Сказаны гомосексуальные браки – значит, гомосексуальные браки. Там – это тоталитарное общество, там нельзя отходить от основной линии. И любая попытка отойти – это грандиозный скандал. Вон, Венгрия внесла в Конституцию умопомрачительный совершенно тезис о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Её там заклевали в Брюсселе. Но Венгрия-то понятно, она шантажирует Брюссель, чтобы ей денег дали. Но всё равно это как бы вот стоит. Но это же бред тяжёлый. А у нас сейчас, говорят, не дадим усыновлять детей гомосексуальным парам. Так на Западе опять вой поднимается. Ещё раз повторяю. Запад – это тоталитарное общество, которое ведут в рамках этой либеральной линии, на самом деле, в пропасть. И счастье наше, что кризис произошёл именно сейчас. Если бы он произошёл через 20 лет, я думаю, что был бы вообще кошмар. Всё бы закончилось кровавым хаосом. Я уже говорил, посмотрите, сколько мы потеряли. Сколько у нас всего было, чего уже нет. Причём у нас же было такое, чего нигде не было, и теперь его нет. А то же самое будет в мире. То есть очень многие технологии, которые сегодня существуют, через 10 лет их не будет. То есть это возвращение? Это возвращение, да. Но я ещё раз говорю, что с точки зрения потребления мы должны вернуться в 30-е годы. Ну, с некоторыми, конечно, с некоторой спецификой, потому что вряд ли мы откажемся от интернета. Хотя не очень понятно, за счёт каких денег мы его будем поддерживать. Совершенно очевидно, что мы потеряем какие-то медицинские технологии. Это просто будет невозможно. Мы, в общем, много чего потеряем. Мы потеряем какую-то технику. Ну, посмотрите, вот у нас были сверхзвуковые пассажирские самолёты. Что у нас, что в Европе. Их нету. И не будет уже больше никогда. Ну, и так далее. Гиперинфляция невозможна, если у вас нету механизма доставки денег до потребителя. В Германии в начале 20-х была карточная система. В Сербии был социализм. В любой стране, где была гиперинфляция, был механизм доставки денег до потребителя. Ну, про Зимбабву мы не говорим, там вообще непонятно, что было. Ну, там дикие люди, что с них возьмёшь. Вот, значит, что касается Соединённых Штатов Америки, они сейчас эту систему выстраивают, но ещё они её не выстрелили. Поэтому там и не может быть гиперинфляции, как и в Европе. Поэтому я склонен считать, что там будет стокфляционный сценарий. То есть достаточно высокая инфляция, условно говоря, сейчас она 5,5%, но в пике они поднимут до 15-20 максимум. И при этом, соответственно, постоянный спад. Но это вот версия, да. Невозможно сказать, потому что тут очень велика доля субъективного фактора. И я вот там разговаривал с разными людьми, которые, грубо говоря, вхожи в мировую закулису. Они говорят, что степень истерики американской элиты, европейской элиты очень велика. То есть они реально истерят. Потому что они видят, что всё валится, а что делать, непонятно. Причём непонятно даже не в том смысле, что не знаешь, на какие кнопки нажимать, а в том смысле непонятно даже, на каком табло должны быть эти кнопки, на каком пульте. У них нет языка, чтобы описать то, что происходит. Они экономиксисты все. Понимаете? У них пришёл конец капитализма, а слов нету, что это конец. Запрещено. Это же очень смешно. Я вот и сказывал историю про Доминго Кавалли. Потому что у марксизма, у политэкономии, философский язык, на котором всё, он материалистичный. Это материалистическая философия. А у экономиксизма субъективный идеализм. Раз люди хотят айфоны, они их будут покупать. Ребята, а денежки откуда? На какие шиши? А мы им кредит дадим. А вот видите, не дают кредита. Ну вот это вот тяжёлый случай. Я с этим много сталкивался. Ну вот Доминго Кавалли это так смешной вариант. Даже если 15% спрос выше, чем доходы, это кризис масштаба Великой Депрессии. Во время Великой Депрессии в Европе была безработица 40%. И они должны работать за еду. Чисто математически. Ну в 30-е годы работали за еду. То есть ваше мнение, будут работать за еду или будет военный коммунизм и социализм? Посмотрим. Посмотрим. Я вот уже купил ведро попкорна, сижу в первом ряду и смотрю. Ну а как вы хотите? Чтобы я промоделировал политику американцев, я не настолько хорошо разбираюсь в их психиатрии. Тут уже даже не психология, тут уже психиатрия. И соответственно, как устроена у них политическая система. Они могут и туда свалиться, и туда свалиться. Но банкиров могут всех истребить. И сказать, вот это они виноваты. Могут свалить на марсиан. Ну посмотрите, сколько они сейчас выпускают фильмов, где появляются разные таинственные инопланетяне. Голливуд никогда так просто ничего не делает. Я напомню, что фильм про взрыв башни, башен близнецов появился до того, как взорвали башню. Да нет, ну конечно, чем хуже жизнь, тем больше перспективы левой идеи. Почему левая идея на Западе, ну не то чтобы умерла, но так сильно опустилась? Потому что вырастили за счет кредита в средний класс. Сейчас в средний класс эту тему я вообще не затрагивал. Чем же все-таки можно привлечь Турцию в союз вот этот экономический с Россией? И второй, чем будет обеспечена валюта вот в этих новых валютных зонах? То есть может быть это золото или товар? Производство, экономика. Производство, да. А что касается Турции, есть у меня подозрение, что ее привлекать не нужно, она сама уже все понимает. Но это гипотеза. Давайте мы не будем пока эту тему затрагивать, пока еще как бы слова не сказаны вслух. А что там за кулисы? Хороший вопрос. Посмотрим. Я думаю, что Турция придет в таможенный союз. Это моя личная версия. Вы знаете, в Украине сейчас есть выбор. Либо она сегодня что-то выторгает за вхождение в таможенный союз до Турции, либо она дотянет до того момента, когда войдет в Турцию, после чего ее уже никто не будет спрашивать, а примут на тех условиях, которые ей подставят. Никуда не денется. Куда она денется? Вы что считаете, что кто-то в Европе будет покупать украинские товары? Это даже не смешно.